Самое главное, в России нужно реформировать этот механизм, когда вся власть концентрируется в Кремле. Сепаратистские партии. Что будет, если встретится НЛО? Любая республика, любой субъект федерации, если вдруг выходит из состава России, то жизнь там ухудшится в несколько раз сразу из фон. Швейцария, например. Мой прогноз, в принципе, сбылся. Это «Наизнанку» проекта региональной России. Меня зовут Регина Хисамова. Здравствуйте. Жить в диаспоре, пока не падет кремлевский режим. Вернуться на родину и строить парламентскую федеративную Россию. Так выглядит логика некоторой части российской оппозиции. К ней относится и бывший депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков. Сегодня он у нас в гостях. Дмитрий, добрый день. Приветствую вас. В феврале 2024 года суд в Москве заочно арестовал вас за фейки о российской армии. Еще ранее российские власти признали вас иностранным агентом. Эти решения властей как-то повлияли на вашу жизнь в эмиграции? Ну, скорее нет, потому что еще до вступления всех этих решений суда в силу, я понимал, куда мне можно ездить, куда нельзя ездить. Вот, никакие плашки я не ставлю. Собственно говоря, это никак на моей жизни не отразилось. А такие действия российских властей, по вашему мнению, это для того, чтобы вас лично запугать и других активистов, журналистов, политиков? Или для того, чтобы просто для россиян пометить некоторых людей, чтобы к их мнению не прислушиваться? Ну, кого-то запугать. Собственно, нужно кого-то наказывать периодически для того, чтобы все остальные, кто находится в России, боялись как-то выступать против правительства, против Путина. Потому что если ты иностранный агент и ты живешь в России, то ты должен соблюдать много всяких разных условий. Тебе нужно отчитываться, тебе нужно ставить плашки под любым комментарием, любым постом. Если ты не будешь соблюдать, то тебя ждет уголовное дело. Поэтому репрессивная машина работает, она, так сказать, этот каток репрессивный катится не только по нам, но и по всем подряд. И, грубо говоря, вообще логика этой репрессивной машины всегда через кого-то переезжать. Потому что если вдруг они прекратят репрессии, то значит в какой-то момент люди почувствуют свободу, почувствуют какие-то силы. И начнут протестовать. С начала полномасштабного вторжения России в Украину вы и другие ваши коллеги активно выступали за то, чтобы обычные граждане и российская элита выводили средства и свои бизнесы, если у них такие есть, и страны. И тем самым не давали Путину зарабатывать на войну. Однако мы не часто слышим о публичном несогласии с властями каких-то известных бизнесменов или даже чиновников, которые уехали в другие страны. Как вы думаете, почему так происходит? Потому что если ты находишься в России, если ты зависишь от твоей капитала, здоровья, свобода и даже жизнь твоей личности, твоих родственников, твоих компаний, зависит от режима, то ты, конечно же, вряд ли захочешь подвергать такому риску. Собственно говоря, здесь нужно к этому относиться не как, скажем так, к вопросу справедливости. Мы здесь с экономистами просто подсчитали, что можно сделать для того, чтобы нанести максимальный ущерб путинской экономике и путинской военной машине. Поскольку Путин продает нефть на рынке и, собственно, заместить эту нефть невозможно, то, естественно, он получает огромные деньги в собственную страну. Эти деньги он тратит на войну. А тратит он уже 120 миллиардов долларов каждый год. То есть если мы сравним объем помощи, который получает Украина от Запада, то, конечно, здесь несопоставимая разница. Более того, например, какие-то снаряды произвести в России в 10 раз дешевле, чем в Европе. Так что путинские 120 миллиардов – это примерно западные 200-250. И для того, чтобы ослабить российскую экономику, нужно просто создать все условия для оттока кадров и оттока капиталов. По расчетам Владислава Иноземцева, российского экономиста, если бы, например, Запад дал возможность порядка 3 миллионов россиян, профессионалов, уехать из страны и вывести капиталы, то есть вывести деньги от продажи квартир, недвижимости, бизнеса и так далее, то западные страны, мало того, что получили бы 3 миллиона профессионалов, они бы получили порядка 500 миллиардов долларов. Дмитрий, но Запад до сих пор этого не сделал. Почему? Да, да, конечно. Запад этого не сделал, а 500 миллиардов долларов – это даже больше, чем сумма арестованных активов ЦБ. А, например, все нефтяные вот эти санкции, нефтяной потолок, ну, лишили Путина порядка 50 миллиардов долларов. Да, то, что мы изначально предлагали бы, нанесло бы ущерб в 10 раз больше. Но почему они делают? Потому что западные страны – это демократия. Да, и когда принимаются те или иные решения, политики вынуждены, ну, принимать те решения, которые нравятся избирателям. Соответственно, когда весь мир видит, как Путин убивает мирных граждан в Украине, да, разрушает города, то, конечно, всегда хочется, так сказать, принять какие-то ответные меры, как-то наказать агрессора. Вот. И, к сожалению, у, скажем так, сложных проблем не бывает простых решений. А все простые решения – а давайте не пустим русских, а давайте всем перекроем, а давайте всех под санкции. эмоционально это можно понять. Но если отключить эмоции, отключить, так сказать, голову и холодный расчет, то мы поймем, что, к сожалению, популярные санкции неэффективны, а те санкции, которые могли бы действительно серьезно повлиять на режим Путина, они просто непопулярны. Мы же помним эту дискуссию в разных европейских странах, о том, что нужно ограничить въезд для россиян, создаются огромные проблемы легализации россиян в Европе, там невозможно открыть счет, часто счета закрывают, не дают визы, ну и прочее, прочее. Да, это такая эмоциональная реакция, ее можно понять. Вот. Но это привело к тому, что, например, те крупные бизнесмены, которые изначально готовы были бы вывести свои капиталы, да, профессионалы, айтишники, инженеры, которые готовы были уехать от войны. И понятно, что большинство этих людей, это люди с антивоенной позиции, противники Путина, противники войны, ну вот, просто не смогли этого сделать. Вот, и сейчас по статистике мы просто знаем, что из, там, миллиона, там, ну, может, миллион двести тысяч уехавших уже, там, 300-350 тысяч вернулись назад. Вот. А какие самые главные проблемы в российской экономике? Вот. Самая главная проблема – это отсутствие, как мы знаем, профессионалов. Например, Мишустин заявил, что не хватает уже в российской экономике миллиона айтишников. Вот. А нужно сделать так, чтобы не хватало айтишников, инженеров и много разных профессионалов, ну, которые, собственно, поддерживают эту экономику, а экономика переведена уже давно на военные рельсы. Вот. Ну, и в итоге мы получили обратный процесс. Дмитрий, если не ошибаюсь, то, например, в случае с айтишниками проблема такая была и до войны. То есть это не было связано напрямую с войной. Вот эти вот высказывания о том, что не хватает миллиона айтишников, они были за пару лет до войны. Нет, ну, понятно, что дефицит был, но не такой дефицит, потому что как раз айтишники, да, российские айтишники – это люди молодые, современные, и там преимущественно просто станьте военными взглядами. Я сейчас просто не хочу углубляться, мы целое исследование провели на эту тему, социологические исследования большого в Европе. Мы померили настроение, мы узнали их политические взгляды, их доходы, мотивация, так сказать, уехать, желание вернуться и так далее. То есть как раз именно волна, вот эта послевоенная волна российских релакантов – это преимущественно люди успешные, профессиональные, высокообразованные. То есть, например, по нашим данным, в четырех странах мы померили, во Франции, в Германии, Польше и на Кипре, 75% людей с высшим образованием и 67% со степенями. При среднем в Европе – в районе 35%. Дмитрий, я вас перебью здесь. Вы же знаете, что с российскими релакантами часто путешествуют и другие люди, я имею в виду агентов российских, которые в последние годы активно засветились в разных скандалах. Может ли это быть одна из причин, почему власти европейских стран не хотят пускать россиян так активно, как могли бы? Это, конечно, это такой очень популярный миф, что если мы сейчас откроем границы, то к нам подлетят все агенты. Значит, этот аргумент никакой критики не выдерживает. Потому что, ну вот, запретили. И чего мы и получили. У нас что, нет агентов в Европе? У нас не убили летчика недавно в Испании. Вы это, наверное, прекрасно знаете. У нас нету расследований по поводу огромного количества агентов в Австрии, да, и в Болгарии, и во многих других странах. Агенты уже внутри. Это первое. Второе. Если надо будет приехать, то за, по-моему, 100 или 150 тысяч долларов покупается гражданство третьей страны за инвестиции. И эти все агенты и так туда приедут вообще без всяких проблем. С агентами бороться можно только на оперативном уровне, выявляя, как бы, собирая информацию, выявляя этих агентов, проводя расследования и так далее. Вот. Ну да, этот миф, эта страшилка, она очень популярна, и она одна из причин, безусловно. Ну просто это не... Ваше предложение – это карта релаканта. Можете рассказать коротко, что это такое, чем отличается от нансеновского паспорта или от нашумевшего паспорта хорошего русского? Это выдернуто из контекста. Это одно из возможных предложений. Значит, предложение очень простое. Не нужно дискриминировать российских релакантов, не нужно ставить заслоны, а нужно, наоборот, сделать все, чтобы они приехали и вывезли деньги. Как они оформятся? Рабочие визы, карты релаканты, или там это будут какие-то паспорта неграждан, или это паспорт беженца, это не имеет значения. В Европе есть масса процедур, которые просто работают очень медленно, не всем они доступны, а еще целая дискриминация сейчас людей с красным российским паспортом в банках. То есть, когда человеку, который абсолютно, так сказать, в моей команде, команда Дмитрия Гудкова, это люди, которые уже 15-20 лет борются с путинским режимом, уехали от тюрьмы, и постоянно закрывают счета. Вот зачем это нужно делать? В итоге, люди, которые не могли открыть счета, а без счета ты не можешь никак легализоваться, потому что ты не можешь на визу подать, на рабочую визу подать, они просто уезжают. И чем они занимаются в России? Ну, просто они начинают обслуживать военную экономику. Поэтому, мое предложение очень простое. Нам не нужно ничего особенного, и нам не нужно ничего специального для россиян. Не надо дискриминировать, просто по гражданству. То есть это не какая-то отдельная процедура, отдельное подписание документов о несогласии с политикой России? Это можно сделать, да. Например, если человек обращается, то есть он уехал, он должен сначала уехать, потому что если он вдруг подписывает подобные документы, то это сразу тюрьма в России. А вам не кажется, что это пугает россиян? Ну, то есть нужно подписать документ, который в перспективе может быть опубличен каким-то образом, утечка, взломы или еще что-нибудь. У человека может быть семья, родственники в России. Это может отталкивать человека захотеть принимать такое и подписывать. Слушайте, конечно, кого-то оттолкнет, кого-то напугает, но здесь надо действовать, как говорится, степ-бай-степ. Огромное количество людей, которые готовы подписать, которые уже не готовы возвращаться в России, например, пока мобилизация идет, война идет, политические репрессии. Давайте сначала для этих людей сделаем какой-то формат, потом это можно организовать все так, что ничего не может быть взломано в блокчейн-системе, не через, без указания фамилии, а какой-нибудь можно ввести идентификационный номер. Ну, подчеркиваю, если, как приезжает и начинает работать в какой-нибудь IT-компании, если он получает визу, если он не участвует ни в каких там Z-акциях, грубо говоря, не зигует в Европе, и платит налоги, то надо понимать, что человек платит налоги не Путина, а в Европе. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем. Вот, например, если бы была какая-то стратегия, exit strategy для российских бизнесменов, я подчеркиваю, речь идет только о тех, кто не под санкциями, кто не финансирует войну, кто не делал никаких публичных заявлений в ее поддержку. Мы говорим про тех людей, которые являются заложниками. Если для них была бы какая-то стратегия предложена, то многие бы продали бы бизнесы и вывели деньги из страны. В итоге, поскольку это не было сделано за два года, мы просто знаем по расследованию Блумберга, что только Блумберг только на расследовала, только официально, что из Европейского Союза в прошлом году российские предприниматели и российские граждане вывели порядка 50 миллиардов долларов. На самом деле, я думаю, реальная цифра по всему миру, несколько сот миллиардов долларов, которые как раз из западных юрисдикций вернулись в Россию. Вот зачем это было сделано, мне совершенно непонятно. Это я считаю ошибкой. Более того, если гражданин Российской Федерации, если у него есть какая-то виза, если он приезжает в Европу, если он там трудоустраивается, то в чем проблема ему открыть счет, в чем проблема принять какие-то деньги с продажи квартиры в России. Сейчас таких каналов просто нет. Вот, подчеркиваю, мы говорим сейчас не о том, справедливо это или несправедливо, война делала такое, здесь должен быть холодный расчет. И если стоит задача ослабить путинскую военную машину, то единственный сегодня механизм реалистичный. Это сделать так, чтобы был организован отток капитала из России. Подчеркиваю, это может быть несколько сот миллиардов долларов. Это огромные деньги, это там пять годовых военных бюджетов. Потому что когда мы запрещаем на автомобилях с российскими номерами въезжать в ЕС и обсуждаем месяц, это вообще никак не влияет на Путина, на путинскую военную машину. Это касается в основном десятков каких-то гражданских или политических активистов, которые просто не успели переоформить эти номера. Вы выступаете за парламентскую федеративную Россию. Можете привести какой-то пример ныне существующей парламентской федеративного государства, которое могло бы быть ориентирован для будущей России? Да, парламентских республик полно. Возьмете любые страны в Европейском Союзе, они все парламентские практически. Может, в меньшей степени Франции, но и там роль парламента очень высока. А если мы говорим Германия, Швеция и так далее, это все страны парламентской модели. Великобритания, пусть это конституционная монархия, но это, грубо говоря, страны, которые управляются коллегиально. Из тех стран, которые вы перечисляете, большинство унитарные, не федеративные, ну, кроме Германии? Ну, окей, мы можем даже рассматривать какую-нибудь конфедерацию, да, то есть здесь вопрос в том, что как это сделать, это вопрос, ну, то есть технический вопрос. Самое главное, в России нужно, ну, просто реформировать этот механизм, когда вся власть концентрируется в Кремле. То есть, когда в Кремле решают, кто будет губернатором, кто будет мэром в каком-то регионе, когда у муниципальных депутатов, у муниципальной власти законодательных собраний вообще нет никаких полномочий, да, все законы, ну, по сути, диктуются из Кремля. Так вот, самое главное, поскольку огромная страна, да, и много, в России много регионов, нужно максимально передать власть в эти регионы, да, чтобы, например, регионы были не назначаемыми, там, да, власти были не назначаемыми, а чтобы в регионах сформировалась своя элита, которая будет, грубо говоря, участвовать в управлении страной. Это можно через Совет Федерации, Верхнюю Палату Парламента, как угодно, но нам нужно сделать все, чтобы в России больше не было вот этого суперпрезидента, который, так сказать, решает все вопросы. поскольку регионов много, то одно из предложений это передать власть этим регионам, они могут на своем региональном уровне сами определять налоги, они могут больше денег оставлять себе, а не платить в центр, там должны быть все прямые выборы, без всяких фильтров со стороны Кремля, и там, грубо говоря, граждане российских регионов должны сами самостоятельно формировать власть, а власть должна принимать самостоятельные законы для этого региона, за исключением каких-то федеральных вещей, то есть как тратить общие деньги, там, условная армия, там, еще что-то, управление, правительство, внешняя политика, все остальное должны определять регионы, вот, а парламентская модель, это когда не губернаторы и мэр, так сказать, влияют в большей степени, а когда граждане через своих представителей выбирают местные парламенты, местные парламенты формируют, правительство, то есть, грубо говоря, система построена снизу, а не сверху, как сейчас, вот это две, два главных направления, это можно сделать через смешанную республику, для начала, да, вот, это можно сделать там федерацию, может быть, в какой-то момент конфедерацию, с каким-то правом даже выхода из состава России, но с какой-то сложной процедурой, чтобы, так сказать, ну, никого с тела держать тоже не надо, да, то есть, формально в вашем вот парламенте, который вы себе представляете, вполне себе найдется место и для сепаратистских партий. Для кого? Сепаратистских партий. Партий, которые выступают за сепаратистские. Поскольку, я понял вопрос, смотрите, в России сейчас четыре или пять регионов доноров, тут надо просто понимать, да, любая республика, любой субъект федерации, если вдруг выходит из состава России, то жизнь там ухудшится в несколько раз сразу исход. Конечно, какие-то сепаратистские партии, они, конечно, могут появиться, безусловно, вот, но механизм выхода должен прописан быть таким образом, что ты пока не решишь вопросы транзита, да, пока не решишь вопросы, как бы, как будут у тебя организованы там, значит, экономические и прочие связи с соседними там республиками, странами, ну, ты выйти просто не можешь. Потому что тогда это будет просто череда всяких военных конфликтов. Вот. Ну, такой механизм очень сложный. Прописать надо. И надо передать им, например, полномочия референдумом. Я вас уверяю, что если Россия становится нормальной, управляемой, коллегиальной, демократической, я не думаю, что сепаратистские партии там будут иметь какую-то популярность. Но в демократиях ты не можешь кому-то запретить участвовать в политическом процессе, да? Если ты хочешь это дело остановить, выходи на парламентскую трибуну, выходи на дебаты, доказывай, завоевывай голоса избирателей, пусть граждане определяют. Это не должно определять кто-то в Кремле. Вот в чем главная задача. Дмитрий, вот сейчас на фоне полномасштабного вторжения России в Украину в принципе много активистов и экспертов начинают говорить о распаде России. Кто-то поддерживает, кто-то не видит такой перспективы, то есть разные мнения абсолютно. Что вы лично думаете о таком сценарии? Вот заканчивается война, режима Путина больше нет, и некоторые из регионов захотят отделиться. Ну, то есть условно, опять же, из-за того, что мы региональные здания о Поволжье, будем, например, брать как пример Татарстан, как регион-донор, как вы говорите. Если, например, условный Татарстан захочет отделиться, что вот нужно делать? Вы говорите, что нужно подготовиться каким-то образом, поговорить о транзите власти, о других решениях. Что вы думаете? Это плохо или хорошо вообще в целом? В настоящий момент это вопрос без разряда, а что будет, если встретится НЛО, да? Примерно. Ну, просто зачем обсуждать какие-то варианты, которые абсолютно маловероятны в перспективе десяти лет? Значит, Россия действительно может развалиться только в одном случае. Если этот режим просто существует еще 10-15 лет, он будет под санкциями, он начнет проигрывать глобальную конкуренцию, потому что он лишен доступа к технологиям, к финансам и прочее, прочее. Значит, во всем мире, например, развивается искусственный интеллект и эти технологии. Россия вообще туда не инвестирует никак. Россия проиграла космос, Россия проиграет и энергетическую, так сказать, гонку, потому что мы примерно понимаем, какие будут тренды на протяжении 15 лет, в течение 15 лет, и понятно, что рано или поздно цены на нефть пойдут вниз, в связи с тем, что будет переход на альтернативные источники энергии, в связи с тем, что и в Китае, и в крупных странах уже переходят на автомобили, на электродвигатели и прочее, прочее. Да, еще осталась как-то Африка, но в целом очевидно, что на горизонте 15 лет будут серьезные проблемы на нефтяном рынке. А у России кроме нефти вообще ничего нет. Это главный источник дохода. Самый главный, огромный. То есть колебания цены на нефть в 20-30 долларов за баррель, это уже катастрофа для российской экономики. Поэтому да, если Путин 15 лет будет воевать, будет, так сказать, держать страну под санкциями, если он будет постоянно, так сказать, устраивать одну за другой эскалации, да, тогда в какой-то момент вот эти центробежные силы они будут набирать популярность. Я бы хотела вас еще спросить. Если Путина нет, Путина нет, режим сменился на демократический, я вообще не вижу даже перспективу таких центробежных тенденций. Ну просто проектов будущего, в принципе, сейчас довольно много. Вот один из них, собственно, это распад России в каком-то ключе. Но вот недавно Институт глобального восстановления опубликовал проект новой российской конституции. Этот институт исследовательской инициативой, основанной несколькими российскими учеными-журналистами. По замыслу авторов Григория Юдина, Евгения Рощина и Артемия Магуна документ может быть использован после того, как нынешний режим лишится власти. В ней, помимо прочего, предлагается признать все субъекты республиками, а государственным языком федерации объявить русский язык. Я хотела вас спросить, как вы считаете федерации вообще нужен общий государственный язык? Ну, если мы возьмем опыт всех стран, есть один государственный язык, который используется там для взаимодействия граждан с государством. Но при этом я абсолютно согласен, что каждый регион должен получить право добавить любой свой государственный язык в этом регионе. Это абсолютно нормальная практика, здесь, конечно, ограничивать регионы просто не имеет смысла. Зачем? Правда, в этом проекте конституции, я с ним шапошно ознакомился, там же по сути, предусмотрено укропнение регионов. Их сейчас под 90, а там, я так понимаю, журналисты посчитали с учетом квот и прочее, будет около 30-35. Насколько я понимаю. И это будет, конечно, более такой сложный процесс. Я сейчас не готов в деталях обсуждать этот проект, потому что я его не читал, я только о нем читал, это буквально вчера я в СМИ его увидел, посмотрел. Но в любом случае там как раз предлагается именно передача больших полномочий в регионы, это вот федеративные вот эти все поправки. Насчет парламентской модели я так и не понял, что они предлагают, но в этом смысле у меня есть масса предложений, как можно организовать выборы в России, федеральные, региональные. Дмитрий, вопрос не про их проект, а вопрос о том, что они собираются ввести один государственный язык русский на территории всей будущей России, по их мнению она выглядит так. Я вот вас спрашиваю, есть ли смысл делать один... Они ничего не предлагают, государственный язык и так есть, они предлагают дать регионам право еще добавлять второй язык. А есть ли смысл вообще в этом? Ну то есть есть условно 13 сейчас национальных республик, которых говорят не только на русском языке, и нужно ли за них решать, на каком языке официально какой государственный язык им принимать? Или пусть они сами решают и выбирают, чем насаждать опять сверху формально из Москвы какой-то один государственный язык? Вы не можете в рамках одного государства организовать учебный процесс на разных языках. Но есть примеры огромного количества стран, где такое происходит. Не так много этих примеров, это страны маленькие, например, мы берем Кипр, да, здесь, например, на Кипре... Швейцария, например, где... Ну это маленькие страны, это достаточно сложный процесс, тем более, что здесь ничего менять не надо, потому что русский язык и так является государством, на нем все говорят. Здесь речь идет о требованиях регионов, чтобы помимо русского языка появился еще один. Здесь никто... Русский язык, даже здесь нет никакой дискуссии, надо его оставлять, ну конечно надо, да, как там условные английские в Соединенных Штатах Америки. Но при этом, например, в разных штатах есть и другие языки, там, по-моему, в штате Флорида ты можешь вести даже переписку с административными органами на трех, кажется, языках, если мне не изменяет память, как минимум на испанском, на английском и на каком-то еще языке. Вот такая модель, она абсолютно понятна. Год назад вы говорили, что российские власти рассчитывают на то, что Запад в 2024 году будет, Западу будет не до Украины. Свои собственные выборы праймери в США, да и сама Украина может устать от войны. И это приведет к компромиссному решению, Крым может остаться российским и часть сухопутного коридора к нему тоже. Российская пропаганда, вы говорили, может рассматривать это даже как победу. Как вам сейчас кажется середины 2024 года, что-то изменилось? Нет, мой прогноз в принципе сбылся, потому что мы видели, как пять месяцев американцы не могли выделить финансирование. Сейчас мы прекрасно понимаем, что Европа, вообще весь западный мир ждет окончания, так сказать, всей этой интриги в Соединенных Штатах Америки с выборами. То есть, грубо говоря, поддержка Украины на таком уровне, который позволяет им хоть как-то сдерживать российские атаки, но ни о какой там сейчас победе даже речь не идет. Я думаю, что все решения будут приниматься после ноября. Европа была занята своими выборами в Европарламент, американцы для них самая главная тема это, как мы знаем, дебаты Трампа с Байденом и кто будет от демократической партии выбираться. То есть, конечно, вся повестка сместилась. А какое будет решение, нет. Как раз о том, что кому останется, я не говорил. Я даже такие варианты стараюсь вообще не озвучивать, потому что это все равно будут решать в том числе и как раз в Украине. Но вот год назад в эфире Живого Гвоздя вы говорили, это цитата ваша. Нет, вы посмотрите точно мою цитату. Я как раз обсуждал те версии, которые озвучивались. Это не моя версия была. Хорошо. Да, такие версии озвучивались, да, в тот момент. И более того, когда у меня спрашивали там на украинских телеканалах, что вы думаете по этому поводу, я сказал, что если какое-то перемирие возможно, то об этом должны договориться две стороны. Если одна сторона явно не готова ни на какие условия, то я не вижу никакого пока пространства для компромисса. Вот что я говорю. А что может повлиять на то, что какая-то сторона будет готова? Ну, то есть обе стороны будут готовы. Представим, что вот Россия сейчас готова к тому, чтобы подойти к какому-то мирному соглашению. Насколько я понимаю, украинцы и Украина в целом не готовы к тому, чтобы договариваться с Россией сейчас. Первый фактор это готовность Запада поддерживать Украину. Это самый главный фактор, потому что без этой поддержки естественно вообще ни о какой там не то, что победе, даже об удержании, так сказать, оставшейся территории не будет речи. Первый фактор. Второй фактор это отношение граждан в разных странах к этой войне. Будет ли усталость или будет ли готовность продолжать вести войну. Это второй фактор. Это общественное настроение внутри страны. Ну и соответственно, как следствие уровень поддержки. Уровень поддержки вот этого какого-то мирного компромиссного регулирования. Вот и все. У нас есть традиционный вопрос в конце нашей беседы. Что ждет Россию после Путина? В вашем случае я уже слышала ваш ответ в одном из интервью как раз таки. Вы говорили, что после Путина будет смута, год смуты. Как вы сейчас ответите на этот вопрос? Что ждет Россию после Путина? Слушайте, вы меня, может, с Геннадием Гудком путаете? Нет. Я не говорил вообще про смуту. Слушайте, ну пока ситуация настолько далека, какие-то демократические силы пришли к власти, там, скорее всего, будет какой-то смута, какой-то период безвремени, да, потому что на мой взгляд, скорее всего, после Путина будет кто-то из систем. Если вы внимательно посмотрите все мои интервью, я всегда говорил о том, что есть понятная четкая развилка. Либо что-то в любом случае, скажем так, начнется после некого раскола внутри элиты. Любые перемены в России возможны только если в элитах начнется какая-то борьба, грызня или что угодно. Ну, типа там мятеж Пригожный или что-то еще. И дальше там вариант такой, либо к власти приходят какие-то умеренные технократы, я пока даже не говорю про оппозицию, я считаю, что, к сожалению, варианты, при которых сразу замечательные люди в белом пальто придут в власти, я такого варианта просто не вижу. Но будет конкуренция между ястребами, которые захотят эскалации больше, закручения гаек, репрессии, и условно там умеренные технократы, которые захотят восстановить западом отношения, прекратить всякие войны, заниматься экономикой и так далее. На фоне такой борьбы роль гражданского общества возрастает. И гражданское общество, условная оппозиция, может как раз в этот период стать тоже игроком. Условно говоря, поддержать умеренных на определенных условиях, на условиях освобождения политзаключенных, на условиях проведения каких-то реформ. Грубо говоря, некий новый Горбачев, Хрущев, как угодно. А уже на второй итерации скорее всего будут какие-то возможности проведения более-менее свободных выборов. Смута будет после Путина, если Путин еще 10-15 лет, тогда вообще все рухнет. Но я не знаю, это мой развал России, что угодно может быть. Но мне этот сценарий не кажется наиболее вероятным. Дмитрий, большое спасибо вам, что уделили нам время. Да, пожалуйста. Сегодня мы беседовали с российским оппозиционером Дмитрием Гудковым. Это «Наизнанку» проект региональной России. Читайте наши материалы на сайте idealreal.org и в наших социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова